Привет! Я обещал записать видео о том, как я подключал газ, во сколько мне это обошлось и сколько времени это заняло. Сделал я себе небольшую подсказку, чтобы освежить все, что есть в памяти. Началось все с записи по телефону в облгаз. Я записался на определенную дату, чтобы прийти и заключить договор. Договор на техподключение. Стоит он 25 тысяч. По этому договору газовики фактически пускают газ в трубу, которую нужно будет провести по участку самостоятельно, и делают первый запуск, в данном случае, котла. Итак, договор стоит 25 тысяч. Возможно, в различных регионах будет дороже, зная, что в Московской области суммы на порядок выше. Мало того, можно оплатить 50 процентов сначала, а 50 процентов уже непосредственно после пуска газа. По этому договору мне давалось 9 месяцев для того, чтобы подготовиться к пуску газа. Сразу после заключения договора я обратился в специализированную организацию, которая мне изготовила два проекта. Первый проект на внешний газопровод, и второй на внутренний. За каждый из них я заплатил по 5 тысяч рублей. Кстати, все проекты, которые изготавливаются, они согласуются с горгазом. Чтобы не вводить вас в заблуждение, говоря об облгазе и о горгазе, я имею в виду одно и то же. Желательно, чтобы организация, которая делает проекты, она же и торговала каким-то газовым оборудованием, проводила какие-либо еще работы по отоплению, потому что они знают марки котлов, могут посоветовать, то есть они не будут чисто теоретиками, а будут практиками. Эта же организация сделает за прокладку внешнего газопровода. Труба у меня проходит вдоль участка, а по участку там порядка 20 метров. Мне вырыли траншею и проложили трубу до дома. По существующему рельефу глубина составляет всего лишь метр. Стоимость такой услуги по прошлому году было 1400 рублей за метр, плюс трактор я оплачивал дополнительно. После того, как трубу закопали, понадобилась исполнительная съемка. Та организация, которая делала мне проекты, она же копала мне траншею, прокладывала трубу, сделала эту исполнительную съемку и также отнесла в горгаз. После того, как внешняя труба подведена, согласно согласованному проекту, нужно делать внутрянку. Это повесить газовый счетчик по проекту и завести одну трубу к плите и одну трубу к газовому котлу. Все это удовольствие обошлось мне и еще в 14 тысяч. После этого мне делали отопление. Об отоплении был отдельный ролик, это совсем другие деньги и они могут очень варьироваться в зависимости от объекта. После того, как сделали отопление, нужно сделать два акта. Один акт от пожарных и второй акт стройнадзора. Акт стройнадзора в некоторых регионах не требуется, но у нас, например, требует. А вот с актом пожарных здесь история более интересная. Для того, чтобы пожарный подписал акт, котельная, в моем случае котельная, должна соответствовать нормативам. У газовиков постоянно все меняется. Снипы, нормы. Обычному человеку знать это не обязательно. Но некоторые моменты, особенно на этапе проектирования дома, нужно знать. И вот они. Котел можно разместить и на кухне, если ее объем не менее 15 кубометров. Но лучше всего иметь котельную. В нее заходят все коммуникации. Это такое техническое помещение отдельное. В него заходит газ, в него заходит вода. Вот именно здесь я и допустил ошибку. Когда заливал фундамент, а у меня плита, нужно сразу предусмотреть, где будут стояки канализации. Стояк в санузле я предусмотрел, а вот в котельной я и не думал, что он понадобится. Канализация может понадобиться и для котла. Не только для аварийного сброса воды. И не только для конденсационного котла, который обязательно дает определенный выход воды. Ну и просто помыть там руки. У меня котельная рядом с гаражом. Соответственно, после каких-то работ это просто необходимо не идти же в дом. Поэтому, когда будете проектировать котельную, сделайте ее площадью не менее 6 квадратных метров, высоту потолков не менее 2,5 метров, чтобы там была обязательно вентиляция, сечением 150 миллиметров не менее, и чтобы там была канализация и вода. Помимо всего этого, в котельной обязательно должно быть окно. Есть формула по минимальному размеру окна. 0,03 на 1 кубометр котельной. Именно стекла, а не рамы. Материалы отделки в котельной тоже желательно должны быть негорючие. В том числе потолок я оббивал металлосайдингом именно по этой причине. Возможно, конечно, и горючие материалы, но за котлом придется поставить металлический лист или какой-то асбестовый, чтобы он был негорючий. Для разного типа строений и для разной мощности котлов требования несколько отличаются. Но если вы будете соблюдать вот эти требования минимальные, то, скорее всего, у вас будет все хорошо. Тем не менее, по некоторым требованиям я не проходил, но с пожарным, как везде, можно договориться. По этой причине я обращался в организацию, которая проектирует и что-то делает. Она имеет связь с пожарным, соответственно, она делает и акт пожарного, и акт стройнадзора. Как он правильно называется, точно скажу. Кто-то называется стройнадзор, кто-то технадзор. Также внизу двери должно быть отверстие для вентиляции, которое я собирался поставить, но так и не поставил, акт мне и так сделали. И когда все готово, все акты подписаны, работы выполнены, подписывается акт приемки газопровода, акт приемки оборудования, акт обследования, акт готовности, и только потом заключается договор поставки, по которому вы будете платить за объем газа. А пломбировка еще перед этим. Мороки достаточно много, с вызовом различных людей, которые приходят, составляют какие-то акты, они даже не запоминаются. Запомнились только основные этапы и итоговая сумма. 91 тысяча рублей. Вот, в принципе, сколько стоит подключить газ. Занимает по времени это около одного года, с учетом того, что договор я продлевал на три месяца, не успевали мне сделать отопление. Ну что ж, все на сегодня. Следующий ролик я сделаю о том, как я отапливаю дом, сколько у меня уходит, какой реальный расход газа на данный момент, и какие режимы газового котла я выбираю. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока.